Слово имеет Куркин, Виктор Аркадьевич, первый стандарь Центрального комитета Ротко-Рота. Тема Ленин. Диктатура пролетариата как инструмент пробуждения человека в коняге. Приготовиться шилов. Вне регламента. Я один раз эту цитату напомнил на международном совещании. Все аплодировали и так далее. А потом один из лучших марксистов, болгарин, подходит и спрашивает. Виктор, а что такое пробуждение человека в коняге? Это он в конюшне заснул, что ли? Мы понимаем, что речь идет о пробуждении в рабочей скотине человека. Ну а теперь по делу. Я вот это выступление готовил как бы как беседу к началу занятий системе портучёбы. Потому что, конечно, все мы знаем, что учение о диктатуре пролетариата занимает центральное место в теории марксизма, марксизма-ленинизма на сегодняшний день. Это известно из того, что если мы к марксизму относимся как к науке. Ещё Маркс написал, что между капиталистическим обществом и коммунистическим лежит переходный период. И сущностью его может быть только государство диктатуры пролетариата. Отметили. А Ленин пошёл ещё круче дальше. Сегодня уже звучало. Мало признавать, так сказать, классовую борьбу. Это и там буржуазные деятели делают. Марксист лишь тот, кто доводит это признание до признания диктатуры пролетариата. И никак иначе. Тут всё. Я не буду упоминать, что сегодня до пса партии, которые называют себя коммунистическими, рабочими, даже ленинскими, марксистскими, которые убрали из своих программ диктатуру пролетариата французы и так далее. Евролевые. И вот продолжая эту логическую цепочку, после того, как диктатура пролетариата победила, при образовании коммунистического интернационала, комминтерна, в условия приёма, первым пунктом чего записали? Записали, что обязательным является пропаганда и агитация за диктатуру пролетариата для всех партий. Обязательно. Не на губах, как там написано, а на делах. При этом, вот здесь я прошу обратить внимание, что эта агитация должна быть необходимым и преподноситься в таком виде, чтобы доходить до каждого рядового рабочего, работницы, солдаты, крестьянина, и чтобы она вытекала из жизненных фактов, понимаешь? Из сегодняшней необходимости, вот на сегодняшний день. Вот это суть. К сегодняшнему, чёрт-то знает, как относится. А для нас ещё появляется специфика, что мы вот эту необходимость должны объяснять и с учётом временного отступления социализма в Советском Союзе. Вот, хочешь, не хочешь, а приходит. Как так получилось? Почему? Чего? Мы знаем ряд определений ленинских дитатур и пролетариата. И сегодня они уже здесь прозвучали, и мы... Что это особая форма классовой борьбы, да? Что это особая форма классовой борьбы, после того, как пролетариат взял власть государственную, и, соответственно, на её проводят, так? Значит, что это и одно из лучших определений. Кровавая, бескровная, так сказать, там, теоретическая работа по борьбе со старыми, с привычками, со старыми недостатками. И это очень-очень существенно, и потому что, по большому счёту, вообще-то, в Советском Союзе вот эта болезнь старая, она и дала рецидивы, и победила. Помните, ещё Карл Маркс Энгельсом, так сказать, писали, что порой борющиеся классы удавалось существить переворот, но они продолжали жить, так сказать, по знакомым схемам. Сами становились господами и вперёд вперёд. У нас произошло это через несколько поколений, и во многом из-за перерождения. Сами отцы и деды были боевыми рубаками, и жизнь за революцию, а детишки пусть поживут, пусть они как-нибудь, и в конечном итоге, вот, в определённом смысле, к тому же самому пришли и прочее. Значит, знаем мы целый ряд положений, которые уже воспринимаем почти как аксиомы, и главный из них, что адекватные, наиболее адекватные, органически присущие, значит, наиболее устойчивой формой диктатуры пролетариата являются Советы. И вообще, Советская власть, это диктатура пролетариата, у Ленина есть такие выводы, формулы и прочее, прочее. И я думаю, что очень полезно бы остановиться на вопросе, вот как Владимир Ильич пришёл к этому пониманию, да, и в чём, как бы сказал, функция диктатуры пролетариата, кроме известных, сопротивление подавить свергнутых классов, строить новое общество и так далее. И вот в этом новом обществе есть гуманистическая такая, человеческая главная составляющая, и чтобы на неё ответить, себе спрашиваем вопрос, о чём мы строим? Коммунизм, да? Что такое коммунизм? Ассоциация свободных людей, где свободное развитие каждого является условием развития всех, и наоборот, свободное развитие всех является гарантией свободного развития, так сказать, каждого и так далее. И особенно старшее поколение, и мы в своей пропаганде говорим, что мы строим не просто там экономику, проценты, производство общественное, а отношения между людьми строим. В этом смысл, да? И в Советском Союзе при всех минусах и прочее, мы говорим, что отношения между людьми были лучше, чище, человечнее. И за это стоит бороться тогда. И вот Владимир Ильич, когда решил себя посвятить, значит, жизни, свою жизнь посвятить борьбе за дело рабочего класса, внимательно изучал всю историю, отдавал должное и с уважением всем народовольцам, там, революционерам, предшественникам и прочее, но в трудные минуты жизни для своей семьи, сказал мне, мы пойдем другим путем, да? Другим путем, потому что это наука, потому что надо соответствующий подход, так сказать, находить. И, 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 и... Дальше он еще молодой, тогда Володя Ильянов сказал, вот как раз тут фраза и цитата, что пробуждение человека в коняги есть задача столь большой исторической важности, гигантская, что перед ней законны любые жертвы. Вот. И по этой дороге пошли, значит, диктатура пролетариата в центре внимания, а дальше, когда вот перед нами встает вопрос, а как это рассказывать, а как пропагандировать, а как показывать. Одной, одной из следующих, что ли, ступенек очень выгодных и понятных является его знаменитое высказывание о кухарке, да? Что мы не утописты, и мы прекрасно понимаем, что любой чернобочий, любая кухарка не могут сегодня же приступить к управлению государством, и в этом мы согласны и с меньшевиками, и с Серетели, и с Бережковской, и кто там, кадетами, но, в отличие от этих господ, мы требуем немедленного разрыва с теми предрассудками, что управлять государством могут только, значит, богатые, или из богатых семей взятые, там, чиновники и прочее, прочее. Мы требуем поголовного привлечения сейчас же, всей бедноты, всех рабочих, крестьян, к делу обучения управления, обучения права, вот в этом смысл, в этом всех и поголовно, и сейчас же, и в этом. И в этом наше большое отличие от тех цивилизованных, послушных коммунистов, которые сидят в парламенте, в том числе, Геннадий Андреевич, с сотоварищами, да? Значит, которые за хорошую зарплату выполняют, вроде они много полезного делают, критикуют, разоблачают, показывают, обличают. Вот мне Говорухин, покойный, говорил, а что ты думал, Виктор, чтобы хорошо защищать, значит, людей, труда, надо хорошую зарплату получать. А как она? Вот, понимаешь, и никуда не денешься. И, и все-таки, значит, у Ленина мы часто встречаем, что советская власть, это не только власть для трудящихся, это власть самих трудящихся, да? Здесь очень важно понимать, что вот этой материальной основой самих трудящихся является то, что мы поддерживаем то, что они сами нашли. А нашли они то, что они организованы в процессе производства, и эту организованность... А товарищ Казенов выступал 15. Нет. Не нет, а да. У меня все ходы записаны. Викторка, он же в управлении, он должен репрессии оказывать на вас. Как же себе... Сейчас я заканчиваю. Вы помните, он говорил, что он преподавал практически буржуазную философию тут, да? А я не мог сдать зачет раза четыре. То есть власть самих трудящихся в этом... Их организованность в процессе труда должна использоваться. Отсюда выборы по производству. А вспоминая поголовно, обращаемся к сегодняшним тем же событиям в Белоруссии. С одной стороны, пытаются рабочих втянуть в Майдан и помочь своими руками протащить профашистские и так далее силы. С другой стороны, при всем уважении к батьке хреновину пурят. И понимаешь, куда вы рабочие лезете в политику? Да вы что туда... Тоже нашелся элитарный, так сказать, который решает. При этом в девяносто пятом году, когда дали добро Компартии о Белоруссии восстанавливалась, пробовали мы с ним беседовать и объяснить, что у тебя же нет организации, социальной опоры. И пробовали с Чикиным покойным тогда идею классовых профсоюзов СТК на производство. Возьми ты это за основу. Ведь умные люди, в конце концов, тот же Чавес, куда бедно, пробовал социалистическую единую свою партию завернуть как другие. А этот, видишь, в батьку превратился и думал, что так можно и получил по этим самым. Сколько вам череней? У меня есть много недостатков, но есть один плюс. Я могу заканчивать, когда все остальное опубликуется. Я к чему? Что вот мы в нашей пропаганде, вот этой каждодневной и увязанной сегодняшними днями и прочее, прочее, я думаю, должны особое внимание обращать на ряд параметров, характеристик, что ли, диктатуры пролетариата, которые являются определяющими для него. Это то, чего я уже еще раз хочу подчеркнуть, что не для трудящихся, а самих трудящихся. И отсюда следует, а вот те господа, товарищи, друзья народа, которые вроде из чистых побуждений борются за власть для трудящихся, они являются противниками, вредными элементами на сегодняшний день. Поэтому нам приходится и с ними бороться. Второе, это еще и еще раз опора на организованность людей в процессе производства. И это очень важно, потому что сегодня появляется другой уклон. Вот это всеобщая компьютеризация, общие сети и каждый свой голос отдельно отсюда оторванный на удаленке через компьютер не получится из этого власти народа. Опять получится власть избранных господ элиты. Привлечение всех поголовно, воскресательным знаком, всех поголовно, не должно быть у нас значит каких-то сепараций этого значения. Обеспечение свободного развития всех и каждого, для чего это делается и на чего Владимир Ильич особый пор делал. И наконец, последнее, главное, универсальное и чем заканчивается манифест коммунистической партии, как меня учил тогда еще доцент Казенов, интернационализм и пролетарии всех стран соединяем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова